здравствуйте друзья сейчас мы с вами поговорим об этой детки как вы думаете что ей нужно детка большая крупная уже готовая быть переваленной в горшочек свое постоянное место жительства вот единственный ее недостаток вот так вот на вид видите она немножечко скособочена в сторону такое происходит если вы забываете детку или ставите где-то сбоку от солнечного света для того чтобы поймать как можно больше света ей приходится разворачиваться заворачиваться и так дальше если такие фиалочки или детки у вас стоят на подоконнике то для того чтобы она равномерно росла и смотрела как был вверх да вам надо ее в течение ну каждый день или каждые два дня просто поворачивать например на 45 градусов вот если же я ее поставить на стеллаж как я сейчас делаю она выровняется буквально дня за три за четыре молоденькие детки быстро выравнивают свою розетку конечно взрослая розетка ставшая в таком положении тяжелее будут выравниваться если надо но такой была то она как правило практически не выравнивается в ровную это если старая розетка молоденькие быстро выравниваются так хорошо значит сверху что мы видим объем нашей работы большая деточка готова быть переваленной в постоянный горшок имя ее rs зеленая лагуна смотрим на состояние и кома она тоже была отсажена недавно где-то месяца полтора мне кажется назад корешков она не нарастила очень много не успела но они светлые хорошие просто ком сухой если бы я его полила то вот эти белые корешки было бы лучше наверное видно беленькие хорошенькие сейчас посмотрим вблизи так вот мы разминаем ком посмотрим что там внутри находится надо ли что-то конкретно удалять расчесываем называется расчесывать корни их можно расчесывать как уже говорили бамбуковыми палочками можно зубочистками но я когда просовывала зубочистки или палочки они рвали в том числе и хорошую корневую мне как-то было жалко мне вот удобно вот так вот делать такие делаю в ванной когда произвожу манипуляции здесь как бы чтобы грунт не разлетелся по сторонам приходится действовать более аккуратно но в целом расчесали убрали старую старую старый грунт не знаю меня устраивают корешки меня устраивают корешки видно и надеюсь да так сверху сформируем немножечко розеточку берем от эти винильные нижние листики маленькие совсем посмотрим что еще можно убрать чтобы розетка начала расти дальше круглой думают эти два которые торчат стороны тоже можно будет убрать вот это все мы оставляем и вот такую деточку я уже пересажу в семерку я знаю что некоторые есть коллекционеры которые пересаживают сразу восьмерку то их девятку но я не хочу я вообще не люблю очень крупные розетки просовываем фитиль фитиль у нас шириной шириной 2 миллиметра акриловый синтетический вы знаете что фитиль должен быть только искусственный не натуральный не должен гнить он должен просто пропускать воду набираем полный горшок на горшок делаем отверстие просовываем нашу деточку так чтобы точка роста вот именно там у основания смотрела вверх вот эти верхние листики они сейчас завернуты до вправо все с моей стороны они также и развернутся но посадим вот так точка роста оказывается как бы смотрящий так диагонально таки будет расти в ту сторону то есть листики выровняются за несколько не надо делать так чтобы точка роста то есть центральные листики смотрели вверх поэтому сажаем вот так причем не забываем оставлять ее над поверхностью грунта засыпем еще вот для того чтобы она держалась можно принципе использовать дополнительные такие крепления например скрепки их слегка разворачивают наполовину так вот по бокам втыкают я не люблю использовать ничего дополнительно я стараюсь его как бы так вот зафиксировать его или ее девку или пасынок вот или стартеров зафиксировать он принимается за неделю буквально сам уже потом держится фиксируя только в самых крайних случаях так и немножечко польем так так еще раз хотим убедиться что она смотрит точка роста вверх добавлю чуть-чуть буквально еще здесь сбоку грунта потому что грунт очень мягкий очень рыхлый вы видите буквально за 2-3 недели поливов он осядет и точка роста уйдет вниз нам не нужно чтобы она уходила вниз потому что тогда знаете как будто туман когда утром образуется а потом становится тепло и он как бы испаряется рассеивается в последнюю очередь он рассеивается как раз в низине он держится дольше всего так будет и с точкой роста если она будет находиться внизу то есть ниже уровня горшка то повышенная влажность которая идет например от испарения растений от перепада температуры если растение находится на подоконнике после поливок пока земля как бы влажная любом случае она будет находиться ниже уровня горшка и соответственно представим себя как туман да то есть повышенная влажность будет находиться в ней то есть точка роста будет все время в размере ну в районе повышенной влажности и она может замокать а нам это не надо все я сегодня не буду ее больше поливать потому что я достаточно полила и грунт в принципе влажный но торф вот этот вот он очень легко высыхает тем более в моих условиях у меня тепло очень дома я думаю что завтра послезавтра скорее послезавтра мне опять ее надо будет уже сверху полить вот и я могу ее поставить потом на стаканчик двухсотграммовый и я буду поливать сверху будет вода туда стекать и по фитилю остатки этой воды подыматься вверх и через месяц попытаюсь поставить эту детку на фитиль может быть даже при вас это будет происходить будем наблюдать все вместе за ней так мы пишем обязательно ее название зеленая лагуна и обязательно пишем дату чтобы мы имели возможность наблюдать за ее развитием и сравнивать сроки а также знать когда ее надо пересадить в дальнейшем все наша деточка получила новый горшочек спасибо за внимание до следующих встреч Музыка Зачем